Каким должен быть идеальный выпускной? Думаю, он должен быть веселый, в хорошем ресторане, дорогом, где-нибудь в дальнем освеже. Должно быть много людей, качественный алкоголь, чтобы никому плохо не стало, и как можно больше выпускников, чтобы приходили. Впускной должен быть такой, как бы сказать вам, дружественный, с дружественной атмосферой. Музыкальным? Да. Согласен. В каком плане музыкальным? Чтобы был зажигательный, да, чтобы много музыки было. И весело. И чтобы все ушли с хорошим настроением. Наверное, дружные отношения между людьми, чтобы они получали удовольствие, когда находились рядом с друг другом, и получали положительные эмоции. Это, наверное, главное. У меня завтра выпускной, надеюсь, будет идеальный. Не знаю. А вот что делает выпускной идеально? Наверное, хороший ресторан. Идеальный выпускной? Не во время коронавируса, точно. У меня так и было, кстати. Ну, не знаю, в каком-нибудь очень крутом месте. Вот. А салют в конце. Мы в горы ездили. В наше время мы в горы ездили. А что было? Что было? Музыка. Самые популярные группы. Вот мой выпускной 75-го года. Много друзей, много радости, цветов, подарков, поздравлений. Веселым, задорным. А вообще, это новый путь каждого человека. Желаю всем удачи. Главное, дети были довольны. С лентами. Мы заказали ленты, а завтра их не будет. Вот так вот. А почему? Я не знаю. Мы отдали им деньги. Мы хотели особенные ленты, а их не будет. Радостным, счастливым. Компания. Новая жизнь. Да, компания. И в одновременной радости грустит то, что эти расставания с людьми, с одноклассниками. Родители, которые поддерживают учителя, сданы экзаменом.